Вече поляцы немцы не сам глупый народ аж на тыле, чтобы мотивовать чему только комплексом вины за другом святом войны. В немчах на почетку 90-х лет поляцы исцняла такая повсехна практика в немецких гефенгнес, в инжениях. Пропоновали те, кто на айзиле в немчах, в инжениях, которые отбывают свой термин, 4-5 лет, не, 1-2 лет. Пропоновали, люб мы вас до видения до дома, депортацию делаем, выпускаем из немец без отчатки далее. И вы тогда подписываете папир, что вы отбываете себя от немецкого обладательства в немчах. И на айзиле в немецких инжениях сидело турков, преважно за наркотики, немцев и югославов, сербов, хорватов, разные. Те, кто знали очень хорошо немецкий язык, использовали его преважно, ну и свой, сербский, хорватский, еще какие-то турецкие. И тех, которых осознанно было за нормальный термин, 5-6 лет, потому что мало наркотиков, еще какие-то выкрощения давали. Очень много лет, а потом этим айзилантам, неуроденным немцам. А потом предлагали, либо вы спердаляете с немецким, либо сидите целый там термин. Но теперь, Поляцы, можно только до меня выйти, либо только спекулировать на то, что в голове Ангели Меркель, что она согласилась на такую пропозицию принимать у себя столько, столько, много эмигрантов. Ну, например, певна ознака справедливости в стране эмигрантов, положение этих эмигрантов. Чему они очекают, а не вальшу, например, как вели Поляков, вели Швиров, сугеруют, что они не вальшу за свой край. Как мы, например, они, мы, например, поляцы, вальшили в 20-м году. И, как они теперь вальшу, демолируют мост Понятовского, либо бросают кости в обычных польских областей. То есть вопрос, за кого вальшать с Иричиком? За тоталитарный, пророссийский, пропутиновский режим Асада? То почему тогда, в часах Ярозельского, поляцы нехэтно вальшили по стороне Ярозельского? А когда вкручили в Чехию, то и в уголе. Потом зрезыгнували с этого режима и начало работать активнее солидарность. Ну, то в Польше развиненный культуровый, хрещанский, католический край, там, где działa солидарность. А в Сирии, как солидарность и на подставе чего? Калашниковых, как поляцы с одной стороны начера, звежинский, шатанский, нечеловечный режим глава отчиначелей, который называем себя музульмане. Но иные музульмане спрещают этому. А с другой стороны режим постраджевский, посткоммунистический, пост... В праве тем самый коммунистический, только еще больше, одного Вовы Путина, режим Асада. Это только один способ справедливости и рации тех учеников, которые ждут своего рода украшенного. И именно из того края, где в Европе, в Польше, не было воды, все плоны, умерли и не было хорошего урожая. А как там люди живут, на Ближнем Всходе, когда месяцами, месяцами не было воды. И вы сами поляцы знаете, что этой самой идеей, связанной Немцами второй войны святовой, Сом идея очищения и санация Немец и Европы от врожих наций и народовости. Эти элементы, которые по версии Хитлера, этого мандрала, Сом идеи, которые по версии Хитлера, этого мандрала, Сом идеи по первой войне святовой, и сом идеей. Хотя сама эта идея великой нации и расы немецкой росла и впечатляла еще задавно до Геринга, Чи этих педальских штурмовиков Хитлера, которые спроводили его до власти. Еще с часов Гетте, Ницше, Шопенгаура и других великих философов. С одной стороны, что эти философы просто были в справе тотально спрещены с Библией и с правым христианским поляцы. С одной стороны, поляцы сырычцы, эмигранты для Немец. Великий, великий, огромный хлопот. А с другой стороны, это чистый лист, белая ксенга. Как когда-то говорил Антоний Мачеревич о тех фактах, которые нагребал до следствия Смоленского. Но это все было на марте, потому что такой народ, такая политическая холота и дичь в эти часы была. И, несмотря на то, что осталось и под день сегодня. И, несмотря на то, что поляцы, духовные причины Немцов до принятия этих сырычков. И большинство из которых, ну, большинство из которых, ну, большинство из которых, очень выкшелцовная нация. Лекарцы, научные, какие-то там, фаховцы. Но именно, что духовные причины в чем-то другом. Ну, например, не буду там слишком популярным. Но, скажем так, что, например, приехал там до Немец там в поле, например, работать. И еще какие-то там народные причины. Ну, и так, например, попраковал, попраковал. Там месяц там. И до Немца говорит, что я уже сделал все, что нужно было. Давай форсы. Немец приходит и видит, что там ничего не сделано. Он говорит, слушай, ты, швабя, какие права голоса в ogóle ты смеешь подавать. Ты, курвы, давай форсы, блин. Бо, курды, заражаем тебя там ружье, там все. Верь, ты, швабя, курды, ты разумен, ты, курды, фашистов есть. Ты нам виновен на целое житие. Повинен все ты нам. В политике, в экономике так, с Немцами все обходят. И, конечно, это правда. Но, власти, сыройчцы такого не должны говорить. Бо у них не было таких войсковых, там, милитарных, окупационных стосунков с Немцами. И это уже чистый лист для Немцев. Они будут супер по целое житие, вели поколение, вдящные. Не так вдящные, как там, курды, или турки в Немцах. Зорганизуем свои, там, банды, какие-то там наркотыки, там, там, хандли, там, сломание, там, самоходов, там, и они тоже имеют свои претензии. То есть, что мы отбудовали Немцы. Вы нам, теперь, погреб Немцы, тоже винны. То, самое, могу сказать, Югославия, которые отбудовывали, там, там, немцы распределены и распределены. Так само, как и Варшава, так само, и, как Украина, и Россия, и разные. Так само на Георгхарде Швердерже лежит та вина, которая дала Путину мощь и возможность осуществлять то, что он осуществлял с той войной, как в Грузии, в Украине, а теперь в Сирии, с поддержкой этого кровавого осада. Был, например, Румуны, пожебращали, пожебращали в Великой Британии, в Англии и отъехали до себя, до Румунии, с повротом. Там барону отдали часть денег, а решта себе. Например, турки тоже там накрали, накрали, как в 90-х, может и теперь так само. И снова поехали до себя, там, домой, до Турции. Югославия, там, все, так, народы, что-то там подпередалили в Немчах и поехали домой. Это все реализовать. А с сырыщиком уже не могу ехать тотально, в целом. И они, Немцы, такая не глупая, не идиотская нация. Она выбежит себе этих реальных сырыщиков. Наверное, скажем в немцы, Поляцы, что та, курва, та паскудская дженекарка, которая поставила ноги этому сырыщику с детским на ренцах, который упадал, что там сломал, что-то не помню. Та паскуда не варта и пазнохча этого сырыщика, который спадал, учитываясь с детским. Сейчас я так думаю, кому я это все рассказываю, Поляцы. Тем, кто кричали Осана и браво, хура, Гомулка, Ярузельский. Сельдовцы тоже кричали, хотели делать ронду Эдварда Герейка, или кого-то там еще. Людям, которые не знают, не знают и, дяки Богу, что это война, что это смерть своих близких, коллег, знакомых. А теперь кричат Инка, жоунижевые клиенты. Оленеровцы закладывают кошельки Армии Краевой, той Армии Краевой, которая их шукала вынижить в 1944 году, потому что это фасшистские здравцы. Но с другой стороны, здесь еще лучше. Здесь цинизм еще лучше. Потому что народ настолько пост-радежский, настолько пост-крадежская ментальность, ищет к власти, через кровь, через трупы на Майдане, через трупы на войны. Ничего их не интересует, только до власти, кламач, крадность бюджета украинского, не стете. Официйно, за словами российских военных, целями были позиции террористической организации «Исламская держава» за 80 км от позиций воевиков. Российская позиция и ее действия в Сирии исполнены противоречия. Но с sembleюс ... Продолжение следует ... Тем не менее, но я iT ...